Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали и я продолжаю записывать уроки по Blender 2.8. Как и обещал, начинаю серию видео с Creative Bundle и другими Hard-So-Face плагинами. Перед началом урока, я рекомендую Вам установить бесплатный плагин Machine3Tools. Потому что многие меню, которые Вы будете видеть в этом и следующих видео, настроены именно в этом плагине. Например, нажатие Tab выводит такое меню, вместо стандартного. Оно позволяет Вам быстро перейти в режим Edit или сразу же переключиться на любой режим выделения. Будь то Vertex, Face или Edge. Без этого плагина, нажатие на Tab приводит к вызову такого меню. Лично мне так неудобно. Да и в этом плагине есть много других классных возможностей, о которых мы обязательно поговорим позже. Ссылку на плагин я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Если Вы уже используете его, ставьте лайк и посмотрим, сколько нас таких. Да и напишите в комментарии, какие плагины являются самыми любимыми для Вас. Что Вас в них впечатлило? Итак, я сразу хочу предупредить, что я не буду рассказывать о всех кнопках данного плагина. А лишь покажу то, что использую я и что мне нравится. Что я успел изучить. Как Вы помните из первых видео, я буквально месяц назад установил Blender. И я же не каждый день в нем сижу. Поэтому делюсь тем, что успел изучить и в чем уже разобрался. И я напомню Вам, что Creative Bundle включает 4 аддона. Это Cuber, Ice Tools, TrackLights и Dintopo+. Я пока буду показывать первые два. А до 3-4 еще доберемся, но позже. Кубер вызывается комбинацией клавиш Ctrl-Alt-X, а Ice Tools, Ctrl-Shift-X. Итак, нажав комбинацию клавиш Ctrl-Alt-X, Вы откроете меню аддона Cuber. Давайте сразу поговорим о булевых операциях, которые он позволяет выполнять. В меню слева Вы увидите три карандаша. Это Cut, Add и Slice. Нажатие на каждый из которых активирует определенные инструменты. Cut позволяет делать вычитание объектов и полное удаление любой из выделенных частей с помощью специальных инструментов. С этим инструментом, как и остальным в Cuber или Ice Tools, лучше всего работать в режиме ортографической проекции. Кстати, внизу слева Вы увидите подсказку, которую можно активировать нажатием клавиши H. Благодаря этой шпаргалке Вы узнаете все возможные операции и горячие клавиши, активирующие их. Также вверху Вы увидите всю информацию, относящуюся к этому инструменту. Рисование объектов в пространстве активируется левой кнопкой мыши. Просто нажимаем ее и начинаем рисовать. По умолчанию активируется инструмент прямоугольник, но его можно поменять на другие нажатием клавиши 2 или 3. Клавиша 2 позволяет чертить многоугольники. Нажатие клавиши 3 в свою очередь активирует круг. Итак, давайте попробуем что-нибудь вырезать. Нажимаем 5, чтобы перейти в ортографическую проекцию. Затем, вращая камеру, зажимаем Alt, чтобы выровнять ее по любой из сторон объекта. После чего, активируем любой из инструментов нажатием клавиши 1, 2 или 3. И приступаем к рисованию формы вычитания. Например, если Вы активируете многоугольник нажатием 2, то создание точек производится с помощью нажатия левой кнопки мыши. Если зажать Alt и двигать мышкой, то Вы сможете скруглить углы этого многоугольника. Когда Вы довольны формой, чтобы вычесть ее из объекта, нажимаем пробел. В итоге активируется режим вычитания и появится другая шпаргалка слева, если Вы нажимали H. Если зажать Ctrl плюс левая кнопка мыши и при этом двигать ею, Вы сможете управлять толщиной объекта вычитания. Alt плюс левая кнопка мыши перемещает объект в пространстве по оси X. Если нажать X, Y или Z, то Вы получите зеркальное отражение по этим осям. Чтобы применить вычитание после всех операций, нажимаем пробел или Enter. Таким образом Вы получите такой обрезанный объект. Кстати, в начале работы с Creative Bundle, я всегда рекомендую использовать опцию Add Weighted Normals. Для этого нажимаем Ctrl-Alt-X и кликаем на эту кнопку. Затем просто настраиваем Width и количество сегментов для плавного Bevel-Edge. А уже после этой операции, приступаем к вычитанию, добавлению и так далее. Теперь давайте научимся использовать все функции, которые можно увидеть при активации шпаргалки. Выбираем режим Cut. Нажимаем H, чтобы вызвать шпаргалку и приступаем к их изучению. Drop Shape Вы уже знаете. Эта опция активирует любую из трех форм. Прямоугольник, многоугольник или круг. Кстати, в любой момент во время рисования, Вы можете изменять форму, просто нажав на любую из трех клавиш. Один, два или три. Нажатие любой из этих клавиш отменяет предыдущую операцию и позволяет рисовать другой формой. Если нажать G после того, как Вы нарисовали круг, то Вы сможете перемещать его в пространстве. Если снова нажать G, то Вы вернетесь в режим рисования. Кстати, у аддона есть интересная особенность, которую стоит учитывать. Это зависимость проекции фигуры от угла камеры. Если во время создания фигуры, Вы будете вращать камеру, то заметите данный эффект. Но если, несмотря на это, Вы хотите привязать фигуру к объекту, нажимаем Shift-Tab. Таким образом, она всегда будет проецироваться на плоскость, независимо от угла камеры. Так что не всегда нужно выравнивать камеру под прямым углом, как мы это делали ранее. Чтобы Вы понимали разницу, давайте я еще раз спроецирую фигуру под непрямым углом, но уже без нажатия Shift-Tab. И как можете заметить, проецирование идет от камеры, а не привязывается к стороне объекта. Поэтому, пожалуйста, помните этот момент и используйте ортографическую проекцию для этой задачи. Или Shift-Tab. Тут уже все зависит от Ваших предпочтений. Следующая функция, о которой я хотел бы рассказать, это зеркальное отражение по трём осям. X, Y или Z. Yen очень удобно реализовал ее включение простым нажатием на клавиши X, Y или Z. То есть, когда Вы рисуете форму и допустим хотите сделать ее зеркальное отражение по оси Z. Просто нажимаем клавишу Z. Если по X, то X и если Y, то Y. Как видите, все очень просто. Далее, если Вы хотите сделать скругленные углы у нарисованной формы, то просто удерживаем Alt и двигаем мышкой. А если же Вы хотите настроить Bevel Profile, то вместо Alt удерживаем Ctrl. Нажатие Shift-Z уменьшает количество сегментов Bevel Profile. А Shift-X наоборот увеличивает. Если же Вы рисуете круг, то чтобы уменьшить количество сегментов, нажимаем Alt-Shift-Z. А чтобы увеличить, то Alt-Shift-X. Чтобы вращать нарисованную фигуру, нажимаем клавиши W, A, S, D. D это плавное вращение вправо. A влево. S вращение по часовой стрелке с привязкой на 45 градусов. И W вращение против часовой стрелки с теми же настройками. Также Вы можете использовать данные клавиши для управления Array-модификатором. Достаточно нажать F, чтобы его активировать. И тогда, если нажимать D, будет производиться клонирование модели по правой стороне, A по левой, W по верхней, а S по нижней. Если Вы хотите настроить смещение Array, то есть увеличить или уменьшить расстояние между клонами, то просто удерживаем Shift и нажимаем те же клавиши. Например, Shift-D настраивает смещение вправо. Shift-A влево, Shift-S вниз и Shift-W вверх. И если во время работы с Array нажать I и делать вращение с помощью клавиш W, A, S, D. То будет вращаться не вся Array-группа, а ее индивидуальные объекты. Если же Вы хотите вращать всю группу, то просто снова нажимаем I. Итак, следующие две полезные функции это Move 3D-курсор и 3D-курсор As Point Region. Которые активируются нажатием клавиши C и Shift-C. Советую обратить на них внимание, так как благодаря пониманию работы данных функций, Вы упростите работу в создании объектов на поверхности выбранного объекта. Когда Вы нажимаете Ctrl-Shift-X, при выбранном объекте, Вы можете рисовать объект на его поверхности, выбрав опцию Draw Polymesh. И у каждого из трех объектов по умолчанию есть точка, из которой они будут создаваться. У прямоугольника это первый вертекс, у круга центры. И у многоугольника это всегда второй вертекс. Когда Вы нажмете пробел, то во время создания объекта на поверхности учитывается именно данная точка. Если Вы будете рисовать объект в пространстве, то точка его создания по умолчанию перемещается в Pivot Point выбранного объекта. То есть она будет перемещена в центр. Чтобы этого не происходило, как раз можно использовать клавишу C и указать, где будет расположена точка создания нарисованного объекта. Например, давайте наведем курсор в данную область и нажмем C. Таким образом, 3D курсор и точка создания нарисованного объекта будут расположены в данной области. Начинаем рисование объекта и видим, что специальный курсор, который обозначает точку создания, уже не находится в первом вертексе данного прямоугольника. И если нажать пробел, чтобы его создать, Вы заметите, что объект будет привязан к этой точке, а не к центру выбранного объекта. Как это было по умолчанию. Также, если допустим, Вы хотите включить привязку точки создания объекта к центру любого из выбранных полигонов главного объекта. Вы можете использовать Shift-C. Но для начала Вам нужно поместить сам 3D курсор в этот центр. Конечно, нажимая C, можно указать его на глаз. Но если Вы хотите точности, то Вам нужно выполнить следующие действия. Нажимаем Tab, выбираем Edit, чтобы перейти в режиме редактирования объекта. Затем еще раз Tab и выбираем Face. После чего, выделяем нужный полигон и теперь Ваша задача привязать 3D курсор к центру данного полигона. Как я и сказал, используя Shift и правую кнопку мыши, Вы можете перемещать 3D курсор в режиме редактирования. Но это будет неточное расположение прямо в центре. Чтобы добиться идеального размещения, Вам просто нужно нажать Shift-S и выбрать To Selected. Таким образом, 3D курсор будет идеально привязан к центру данного фейса. Далее возвращаемся в режим объекта. Для этого нажимаем Tab и выбираем Object. Затем кликаем на данный объект. Нажимаем Shift-Ctrl-X, чтобы вызвать меню Ice Tools. И кликаем на Draw Polymesh, чтобы снова включить режим рисования объекта. Теперь, если Вы нажмете Shift-C, то точка рисования объекта переместится четко в центр 3D курсора. Таким образом, Вы сможете привязать создание нового объекта к этой точке. Именно специальный курсор говорит Вам о том, что точка создания объекта в данный момент находится в центре 3D курсора. Который в свою очередь расположен в центре данного полигона. И теперь, если в таком режиме Вы нарисуете объект и нажмете пробел, он будет создан с привязкой к этому центру. Напомню, что по умолчанию создание объекта происходит из его точки создания, расположенной в первом вертексе по умолчанию. То есть, нажатие Shift-C приводит к перемещению точки создания объекта в центр 3D курсора. Кстати, сразу же хотел рассказать о другом методе работы с 3D курсором внутри Blender. Эта информация не относится к Creative Bundle, но она будет Вам полезна в работе с ним. Итак, если Вы установите курсор, например, в данную область объекта, а я напомню, что для этого нужно удерживать Shift и кликать правую кнопку мыши. То нажав правую кнопку мыши после установки 3D курсора в нужную область и выбрав Set Origin to 3D курсор, Вы перенесете центр вращения объекта прямо в точном, в центр 3D курсора. Таким образом, если Вы будете вращать объект, он будет вращаться вокруг данной точки. Естественно, в любой момент Вы можете сместить 3D курсор в другую точку. Снова нажав правую кнопку мыши, Set Origin to 3D курсор. И теперь объект будет вращаться вокруг этой точки. Надеюсь, что это понятно. Если нет, пишите в комментариях. Также я хотел бы рассказать еще об одном моменте с комбинацией Shift-Tab и использовании ее в работе с Creative Bundle. Итак, чтобы понять одну замечательную особенность, о которой сейчас поговорим. Нам нужно сделать Bevel одной из сторон данного бокса. Для этого нажимаем Tab, выбираем Edit Mode, затем снова Tab, выбираем режим Эджей, кликаем на данный Эдж и нажимаем комбинацию Ctrl-B, чтобы сделать Bevel. Тянем мышку вниз и крутим колесо мыши для добавления сегментов. Нажимаем Enter. В итоге получаем такой объект. И теперь поговорим о комбинации Shift-Tab. Нажимаем Ctrl-Shift-X, чтобы активировать Ice Tools. И выбираем Draw Polyface, чтобы начать рисование объекта. Итак, когда Вы работаете в режиме рисования Polyface, вверху слева всегда появляется информационная панель, которая включает всю информацию о Ice Tools или Кубер, который входит в пакет Creative Bundle. Так вот, если в ней обратить внимание на Origin, то Вы увидите надпись Point. Если Вы нажмете Shift-Tab, то эта надпись поменяется на Surface. Таким образом, Вы сможете проецировать любую геометрию на объект и об этом мы уже говорили. Но я хочу рассказать о ситуациях, в которых можно использовать данную опцию. Кстати, если Вы хотите сгладить данную сегментацию, просто назначаем AutoSmooth в режиме редактирования объекта с помощью Ice Tools. Теперь, если Вы нарисуете круг, нажав клавишу 3. Затем нажмете Shift-Tab, чтобы поменять Point на Surface. И затем нажмете пробел или Enter. То каждый из его точек будет спроецирован на данный объект. Чем больше точек, тем лучше проецирование. Напоминаю, чтобы увеличить их количество, используем комбинацию клавиш Alt-Shift-X. Затем снова нажимаем пробел и видим, что и проецирование стало более плавным. Но это не все и у Вас может возникнуть такая ситуация. Чтобы ее воспроизвести, давайте снова зайдем в режим редактирования. Выберем данное ребро и сделаем Bevel. Но уже без дополнительных сегментов. Каким-то таким образом. Я хочу заметить, что первый Bevel всегда делается под углом 45 градусов. Затем делаем еще один Bevel и еще один. Во время создания объектов с помощью Creative Bundle, Вы можете столкнуться с ситуацией, когда даже ортографическая проекция не поможет решить одну задачу. А задача такая. Вам нужно спроектировать детали точно на данную плоскость. Если Вы будете использовать Alt-Shift и попытаетесь выровнять ортографическую проекцию по этой плоскости, То у Вас ничего не получится и объект все равно не будет идеально ложиться на нее. Чтобы решить эту проблему, используем проецирование с помощью SHIFT-Tab. То есть наводим камеру, как Вам удобно, но лишь бы было видно данную плоскость и рисуем на ней объект. После чего SHIFT-Tab выполнит свою задачу и поможет в решении этой проблемы. Как можете заметить, прямоугольники четко спроецировались на данную плоскость. Итак, теперь Вы знаете, для чего можно использовать SHIFT-Tab. Идем дальше. Далее у Вас есть возможность перемещать нарисованный объект в пространстве с помощью клавиши G. Особенно она полезна во время рисования многоугольников. То есть нажимаем 2, рисуем многоугольник и я думаю Вы заметили, что простое движение мышки приводит к перемещению следующей точки его. А не данного многоугольника. Если Вы нажмете G, то сможете перемещать этот объект в пространстве. Чтобы снова продолжить рисование, еще раз нажимаем G. Далее, возможно Вам пригодится привязка к углу во время рисования многоугольников. Чтобы ее активировать, во время рисования удерживаем SHIFT. Таким образом, Вы сможете рисовать прямые линии вниз или вверх. Или по диагонали под углом в 45 градусов. Благодаря этому, Вы сможете получить идеальную ровную форму. Затем, если вдруг Вам не нравится ее вид после применения Bevel. А я напомню, что для этого нужно зажать Alt и двигать мышкой. То Вы просто можете отменить данное действие нажав клавишу R. Также, в любой момент Вы можете переключаться между перспективным или ортографическим видами. Для этого нажимаем Tab. Если же Вы захотите отменить действие с нарисованной точкой. То есть удалить ее в данном многоугольнике. Просто нажимаем правую кнопку мыши. После того, как Вы нарисовали форму, нажимаем пробел или Enter, чтобы применить действие. В итоге, у Вас появится другое меню внизу слева, в подсказке, которое вызывается клавишей H. В этом режиме, Вы можете сделать зеркальное отражение по любой из трех осей. Например, нажав X, Вы получите такой результат. С помощью Ctrl и движения мыши, настраиваем глубину объекта. А удерживая Alt и движение мыши, можно настроить смещение объекта. Если Вы хотите сбросить все операции со смещением и глубиной объекта, просто нажимаем T. Если нажать Escape, Вы выйдете из режима проецирования. И отмените все действия. А Enter или пробел наоборот. Применяет все действия и добавляет данный объект в сцену. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. В следующем видео, продолжу показывать крутые возможности Creative Bundle. Кстати, если Вам понравилась цветовая схема в Edit Mode, которую Вы видели в этом видео, то активировать ее очень просто. Заходим в Preference. Настройки аддона Machine Tree Tools, который мы устанавливали в начале этого урока. И активируем кнопку Customize. О всех возможностях данного плагина я поговорю позже. А в данный момент Вы можете нажать документацию и перейти к обзору всех возможностей на сайте автора. Также я хотел бы, чтобы Вы обратили внимание на вкладку Каналы на моем канале. Потому что в Interesting Channels показывается не весь список каналов, которыми я хотел бы поделиться с Вами. Поэтому переходим на страницу каналов и я рекомендую открыть каждый из них. Так как на любом из этих каналов Вы можете найти много полезной информации. Например, Вы можете перейти на Machine Tree. И посмотреть все уроки по его плагинам. Здесь же есть Blender GAPI. И на свой канал он загружает много интересного видео с Creative Bundle. Здесь же есть Master Xeon и уроки по его плагинам. Таким как Hard Ops, BoxCutter и так далее. На Blender Guru очень много полезных уроков по Blender. И кстати, многие моменты, о которых я рассказал в данном видео, я изучил благодаря каналу Blender GAPI. И нескольким вопросам ему в личных сообщениях. Естественно, если у Вас возникнут какие-то вопросы по Creative Bundle, Вы можете писать ему. Но также и мне в комментариях под этим видео. В свободное время я всегда отвечу и подскажу. Кстати, часто, если есть время, я отправляю видео-ответ. Благодарю за просмотр и желаю Вам хорошего настроения. До новых встреч! Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok